Добрый вечер! В прямом эфире программа «На чистоту». У нас в гостях сегодня Айман Куанова, руководитель управления разъяснительной работы Департамента госдохода в Западно-Казахстанской области. А говорим мы сегодня о налогах. Как известно, Новый год – новые правила, не обошли они стороной и налоговую сферу. Об этом мы сегодня и поговорим. Добрый вечер! Здравствуйте! Первый вопрос к вам такой, Айман. Вот касательно самозанятых, было очень много спорных вопросов, моментов. Это налог для самозанятых новый, либо что-то другое? Совершенно верно. В этом году, с 1 января 2019 года, вводится единый совокупный платеж. Но это не налог, это такой стимулирующий добровольный механизм, организационно-правовый режим, который позволит физическим лицам участвовать в системе пенсионного обеспечения, медицинского и социального страхования. Он носит абсолютно добровольный характер. Сейчас правительство у нас ориентировано на стимулирование налогоплательщиков к участию в таких системах. То есть, как бы обеспечить себе старость и участвовать в этих программах. А добровольный платеж, какую он сумму составляет? Сколько процентов? Единый совокупный платеж составляет 1 МРП, минимальный расчетный показатель в этом году на текущий финансовый год 2525 тенге. 1 МРП будет уплачивать физические лица городов областного и республиканского значения и столицы. Для сельчан установлена ставка 0,5 МРП, то есть вдвое меньше от городских жителей. Данный платеж уплачивается одним платежным поручением в госкорпорации, правительство для граждан. Понятно. Ну и давайте еще раз напомним, кто такие самые занятые, кто к ним относится, если коротко перечислить. Ну, самое занятое население – это лица, физические лица в первую очередь, которые имеют нестабильный доход и нигде не оформлены трудовыми отношениями. Ну, законодательно как бы не составили трудовые договора, а просто имеют нестабильный доход и время от времени реализуют либо оказывают услугу какую-то. Понятно. Это такие категории, если простым языком, няни, репетиторы могут быть, могут быть дачники, которые реализуют продукции с личного подсобного хозяйства. Такие категории граждан относятся к неформально занятым. Ну, вот введение вот такого совокупного платежа – самая главная задача в чем и заключается вот именно в введении? Ну, это, как я уже говорила, просто механизм, через который, наконец, физические лица могут участвовать в этих системах социального, медицинского обеспечения и пенсионного обеспечения. Он не носит обязательного характера и как бы он платится в довольно-таки меньшем размере и в упрощенном режиме. То есть никакие отчеты представлять не надо, регистрироваться в налоговом органе тоже не надо. То есть упрощенный такой режим и добровольный характер, да? Да. Куда они могут оплачивать, вот как обычно, да, в налоговые органы? Единый совокупный платеж, как я уже сказала, можно оплачивать одним платежным поручением в госкорпорацию на банковский их счет, в госкорпорации, правительство для граждан. Данный единый совокупный платеж включает в себя четыре вида платежа. Это индивидуальный подоходный налог, то есть 10% от одного МРП, соц. отчисления 20%, пенсионные отчисления, это 30% и 40% это обязательно вот это медицинское страхование. То есть четыре платежа объединены в один единый, который госкорпорации, когда вы уплатите, например, физическое лицо оплачивает этот платеж, будет в дальнейшем сама перераспределять по этим системам. Ну, несмотря на то, что эта система вводится вот и правительством, государством, да, при этом, как выяснилось, государство на этом не зарабатывает, да, а наоборот будет потеря бюджета. Это ведь так, да? Да, действительно, государство на таком платеже, едином совокупном платеже для самозательных, оно как бы несет расходы, потому что сумма платежа, как я уже сказала, очень мизерная. И потери бюджета вот из-за таких вот, ну, из-за этого режима будут оценены примерно по республике 2 миллиарда тенге в год. Ну и, конечно же, несмотря на такие потери, самое главное, это, как выразились вот в том же правительстве, это забота о гражданах, да? Да, это расширение социальной поддержки физических лиц, самозанятых и неформально занятого населения. Понятно. Ну вот касательно обязательных пенсионных взносов, да, которые у нас есть, вот с января тоже ведь изменения есть, да, расскажите об этом. Ну, с 1 января 2019 года фрилансеры, это, ну, как бы такая же категория самозанятых, только которые оформляют свои трудовые отношения, ну, оказывают реализацию товаров, либо оказывают услуги через гражданско-правовой договор, то есть договор гражданского правового характера. В данном случае по таким лицам обязательные пенсионные взносы могут не выплачиваться, так как они будут удерживаться налоговыми агентами. То есть, кому они оказывают услуги и кому реализуют продукцию, налоговый агент при выплате им дохода будет удерживать самый обязательный пенсионный взнос. То есть, как это происходит, вот этот механизм, налоговые агенты будут сами обходить, проще говоря, либо как-то еще, каким образом осуществляется? Нет, ну, вот когда договор заключает фрилансера с потенциальным, как бы, покупателем, при выплате дохода покупатель обязан сам исчислить, ну, как бы, перечислить обязательно пенсионные взносы за такого самозанятого по трудовому договору, а по, вернее, не трудовому договору, а договору гражданского правового характера. И тут размер взноса 10%, да? Да, 10% от налогового благового дохода. А вот максимальный совокупный доход вот за год, он каким должен быть вообще? Ну, если касательно темы единого совокупного платежа, то физические лица, которые оказывают услуги, либо реализуют продукцию с личного подсобного хозяйства, они в год не должны превышать дохода в размере 1175 МРП. Это около 3 миллионов тенге в год не должно превышать. К тому же можно сказать, что если физическое лицо имеет нестабильный заработок, то данный единый совокупный платеж можно уплачивать, ну, как бы, тоже в зависимости от заработка. Если вот в данном месяце у него есть доход, он может уплатить этот единый совокупный платеж. Если дохода нет, он может прекратить оплачивать платеж. В таком случае, в случае уплаты, он считается зарегистрированным в качестве самозанятого физического лица. В случае прекращения уплаты, значит, он прекратил эту деятельность. Ну и давайте подкручим наших телезрителей к нашей беседе. Я напоминаю о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 269077. Вы можете задать свои вопросы или оставить пожелания нашему гостю. Но вот касательно телезрителей, да, многие спросят, вот, именно, почему именно самозанятых касается, да, пенсионных взносов. Есть ли какие-то еще изменения по физическим лицам? Да, действительно, в части социальной поддержки населения, которое получает низкую заработную плату, есть еще одно нововведение, тоже с 1 января 2019 года, внесено такое изменение, как 90% производится корректировка к налогооблагаемому доходу для тех наемных работников, у которых заработная плата менее 25 МРП. То есть, если в 2019 году МРП у нас составляет 2525 тенге, менее 25 МРП заработная плата это 63 125 тенге. Таким образом, если наемный работник получает зарплату менее 63 тысяч, он вправе применить корректировку к налогооблагаемому доходу, уменьшит ее на 90%, и таким образом в итоге получится, что индивидуальный подоходный налог для такого низкооплачиваемого работника составит в 10 раз меньше, чем при обычном налогообложении. Понятно. Давайте продолжим наш диалог после звонка телезрителя. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Да, да, слушай. Меня зовут Татьяна, мне 55 лет, и я никуда не могу устроиться на работу, меня не берут. Вроде бы, как будто бы у меня есть свое дело, но дело как? Просто я вот шью там парточки, аналочки, вот, и вот стою, где продам, где не продам, а вот пыталась на работу устроиться, и в 55 лет мне никто не берет на работу, потому что уже возраст не тот. Либо если устраиваются на работу, то они не хотят пенсионные отчислять. Как вот быть мне, например, вот, насчет вот этого вот пенсионного, вот, и как вот, я не знаю, вот дальше? Спасибо. Вопрос понятен? Да, спасибо. Ну вот в данном случае, как раз сейчас тему, которую мы затронули, о едином совокупном платеже, это тот режим, который вам может подойти. То есть, имея нестабильный заработок, вы можете уплачивать этот единый совокупный платеж, можете его не уплачивать, в зависимости от дохода. Он уплачивается один раз в месяц и составляет вот один МРП, как я сказала, и 0,5 МРП для сельчан. Таким образом, вы можете уплатить, и ваши пенсионные отчисления, и соц. отчисления, они будут перечисляться госкорпорацией на ваши счета. Ну, я думаю, мы исчерпывающе ответили. Вот касательно новшеств, да, в Вадимах, к этому же тоже долго шли, разрабатывали кодексы, законы, вот, изменения. Насколько сложно вот ввести вот такие перемены именно в налоговой сфере, как вы считаете? Ну, действительно, эта тема уже самозанятых правительством обсуждается очень давно. И вообще правительство как бы отказывается от политики как бы принуждения, санкций, и вырабатывает такие механизмы, которые будут стимулировать население выходить из тени, показывать свой доход, и тем самым обеспечить себе участие, ну, как бы в социальных программах. Государство от 26 декабря 2018 года законом Республики Казахстан как раз таки приняло очень много изменений, ну, как бы поправок, вопросы занятости населения. И вот одним из них на сегодня, самым таким глобальным изменением является применение единого вот этого совокупного платежа. Ну, это тоже, да, положительные перемены. Есть еще, конечно, то, что продолжается каждый год, но не все граждане об этом знают, я имею в виду налоговые вычеты, да? Каким образом их можно получить? Что это означает на самом деле? Потому что тоже много спорных и непонятных вот пунктов касательно этого. Ну, налоговые вычеты касательно физических лиц, это те вычеты, которые применяются налогоплательщикам при исчислении индивидуального подоходного налога. В основном это, как бы, наемные работники, когда им начисляют заработную плату, потом у них удерживается индивидуальный подоходный налог. До удержания индивидуального подоходного налога налогоплательщик может применить вычеты, налоговые вычеты, о которых вы сейчас сказали. Их, как бы, достаточно много, и они закреплены в налоговом кодексе. Самый, как бы, значимый из них это стандартный налоговый вычет, это в размере одного, ну, одной минимальной заработной платы. В этом году вы, наверное, слышали, что в 2019 году произошло увеличение минимальной заработной платы в полтора раза, и на сегодня она составляет 42 500 тенге. То есть, в первую очередь, можно применить стандартный налоговый вычет в виде одного МЗП. Далее, налогоплательщик, также наемный работник, может принести документы, подтверждающие применение налоговых вычетов. Есть такие вычеты, как на медицину, на обучение, ну, и так далее. Это в кодексе они оговорены. Например, вот если остановиться на медицинских вычетах, то если вы в течение года понесли расходы на лечение определенное, да, кроме косметологических, здесь надо акцентировать, могут быть любые другие, стоматологические, еще какие-то, но кроме косметологических. И при наличии подтверждающих документов налогоплательщик имеет право рассчитывать на этот вычет. Он может предоставить эти документы в чеке и все данные об оплате, договора с этим медучреждением предоставить своему работодателю и применять вычеты в дальнейшем. То есть, кроме косметологии, эстетической медицины, да, скажем так? Если это касательно вычета по медицинским услугам. Ну, там довольно достаточно большой перечень, если хотите ознакомиться, то можно в налоговом кодексе посмотреть, статью 341. Это что тогда нужно делать? Принести чек, да, либо выписку с больницы? Все документы, связанные с лечениями, с вашими расходами на лечение, необходимо приложить. Но, естественно, там есть предел. То есть, сумма, например, если вычет по медицинским расходам, то там не более 94 МРП. МРП, как я уже говорила, в этом финансовом году 2525 тенге. Понятно. Давайте примем очередной телефонный звонок и продолжим нашу беседу. Добрый вечер, говорите. Алло, вы готовы? Да, да, слушаем. У меня в полных 57 лет, 62-го года. Когда вот оформляется на пенсию? Во сколько вы выходите тогда на пенсию? Понятно, спасибо. Ну, сегодня вопросы больше, наверное, касательно пенсионного фонда. Да. Ну, я хочу сказать, что вопросы назначения пенсии, выхода на пенсию относятся к другому уполномоченному органу. Это не налоговый орган, к сожалению. Это КЦВП и так далее. Поэтому, наверное, следует туда обратиться. Но, насколько я знаю, это до 63-х продлевается. И, соответственно, там, наверное, можно всю информацию эту узнать. Да, ну и с этого года женщинам тоже немного прибавили. Да. Ну, вот касательно нашей темы, да, налоговые вычеты, они, конечно же, могут и вполне осуществимы. А вот если образование взять, например, это нужно учиться очно, либо заочное обучение наравне с работой? Как это бывает? Ну, действительно, есть вычет также и на образование. В данном случае также все документы, связанные с обучением, возможно, это будет договор, да, потом подтверждение оплаты за перечисление, то есть за учебу. Расходы все эти нужно подтверждать. И, ну, здесь не зависит очно или заочно, в данном случае, если вы работаете у работодателя, вы можете эти налоговые вычеты также применить по образованию. Но тоже есть ограничения по сумме, да? По сумме есть, я, к сожалению, вот сегодня не взяла с собой этот документ. Действительно, там в налоговом кодексе, статья 341, можно эти суммы посмотреть. Ну, вводится действительно много положительных моментов, да, прежде всего для населения, для самозанятых тоже. Но вот если говорить о статистике, то в минувшем году налоговые поступления вот по Казахстану выросли на 14%. Это, то есть, о чем говорит? Более ответственные граждане стали, как вы считаете? Ну, действительно, как я уже повторюсь, да, налоговая политика и вообще в целом государственная политика идет к стимулированию граждан, то есть выхода из тени и, соответственно, увеличение поступления и означает, что налогоплательщики уже, как бы, становятся более добросовестными, не уклоняются, как бы, от уплаты налогов и делайте положенные отчисления. Ну, вот наоборот, о должниках мы поговорим после телефона у звонка тележрителя. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Хотелось узнать, что транспортный налог изменений в этом году есть, да? И у меня отец, тыловик, ему какой-нибудь льгот есть, да? Налоговые льготы, да? Да, налоговые льготы, ну, насчет транспортного налога. И до какого налога, может, ему есть льготы. Спасибо. Спасибо за вопрос. Налоговые льготы, отец тыловик? Ну, если касательно налога на транспортные средства, то срок уплаты у нас за 2018 год был 31 декабря 2018 года. То есть с этого года уже растет, как бы, пеня для тех, кто не оплатил налог на транспорт. Действительно, есть льготы, которые предусмотрены кодексом. Это статья 345, по-моему, налогового кодекса. Эти налоговые льготы, к сожалению, я с собой сейчас тоже не взяла. Вы можете посмотреть в этой статье и применить потом эту льготу. Вот, кстати, я хотела напомнить, для тех, кто не уплатил налог на транспорт до 31 декабря, соответствующего года, да, за определенный налоговый период, то с начала года у нас есть меры налоговые, где мы выносим налоговый приказ и передаем их частным судебным исполнителям. То есть, если у вас задолженность по налогу будет свыше 1000 МРП, ой, 1000, одно МРП, то мы уже передаем данные сведения частным судебным исполнителям, и они производят свои ограничения, то есть, арест на имущество, запрет на выезд и остальные процедуры. Поэтому надо, не дожидаясь таких мер, оплатить налоги вовремя. Ну, вот касательно задолжников, да, о чем мы говорили, много ли задолжников и какая сумма вот задолженности? Большая она вообще? Выросла? Ну, я вот хотела отметить, что также одно изменение, это в налоговом кодексе в этом году по поручению президента Назарбаева и правительства у нас с этого года, с 1 января 2019 года применяется налоговая амнистия для индивидуальных предпринимателей, и, ну, как бы, среднего бизнеса, частного и среднего бизнеса, малого и среднего бизнеса. С 1 января 2019 года около где-то 4000 налогоплательщиков у нас подлежит участию в этой налоговой амнистии. Это сумма задолженности и полтора миллиарда тенге. Это пени и штрафы. Таким образом, если на 31 октября 2018 года у налогоплательщика были долги по пени и штрафы, они будут списываться при уплате основного долга. То есть основной долг, налог, в любом случае необходимо погасить. И надо погасить до 31 декабря 2019 года. В данном случае тогда задолженность по пени и штрафам будет списана. А сейчас пени сколько составляет сейчас? Там ставка рефинансирования по банковскому законодательству найдет. Понятно. Ну и примем еще один вопрос от телезрителей, продолжим. Добрый вечер, говорите. Да, да, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня транспортное средство. Ага. Транспортное средство. Я уже в течение двух лет, как это, мой транспорт находится на ремонте. То есть я не выезжаю никуда. Я его ремонтирую. Понятно. Так, дальше. Какой вопрос у вас? Да, 2018 я уплатил транспортные налоги. Но неужели теперь я же не пользуюсь как бы это? Почему я должен платить транспортный налог? Понятно, спасибо. Он должен платить, если не пользуется? Действительно, такая ситуация бывает очень часто, но налог на транспортные средства возникает, если у вас зарегистрировано право собственности в уполномоченном органе. Это вот в данном случае это ГАИ. Если нам сведения предоставляют, что имеется транспортное средство на право собственности у физического лица, налоги начисляются, соответственно, и их необходимо уплачивать. Единственное, в 2018 году у нас было изменение, что если транспортное средство находится в угоне, и об этом имеется сведения в уполномоченном органе в ГАИ, например, если заведено дело, ищут машину, вот на период расследования этого дела, то есть об угоне платежи, начисление налогов не производится. И это прекращается в том случае, если машину, например, найдут, либо дело, когда закрывают, после этого продолжается начисление, если вернут машину, например, в дальнейшем дальше продают. Ну, то есть этот промежуток времени, в котором машина находится в угоне, числится в угоне, налоги не начисляются. Понятно. И есть еще один вопрос, прими его и продолжим. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, да, какой вопрос у вас? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Я хочу узнать, вот работаешь на частное лицо? Так. Работаешь на частное лицо? А не только, чтобы пенсионные сочетания начислять, а не документы ли должны остаться собирать? А не только, чтобы пенсионные сочетания. Понятно. Еще есть вопрос? Вот. На пенсионные сочетания начисляют. Понятно. Спасибо. Вопрос понятен, да? На частное лицо работает? Ага. Касательно пенсии. Вот как в этом случае? Пенсионное отчисление. Ой, то есть налоговое отчисление, пенсионное тоже. Ну, если вы, как наемный работник, находитесь у работодателя в трудовых отношениях, то, соответственно, частное лицо от работодателя, оно, естественно, должно при выплате вам дохода также, ну, как бы, удерживать обязательно пенсионные взносы. Ну, вот в том случае, как вот я говорила, гражданско-правовой договор еще имеется, да, гражданско-правового характера, там также в этом году налоговые, ну, как бы, эти обязательства возлагаются на налогового агента. Понятно. Ну, и давайте напомним, конечно же, предпринимателям в первую очередь, да, о том, что существуют онлайн-кассовые аппараты, которые тоже нужно устанавливать. Есть ли штрафы, пеня вот за них? Расскажите об этом. С октября 2018 года был расширен перечень видов деятельности, которые обязательны, ну, применению ККМ онлайн. С 1 января 2019 года все, кто работает на открытых торговых точках, они тоже обязаны применять онлайн-ККМ. Также в этом году, в течение года ежеквартально будут добавляться виды деятельности, где-то до конца года планируется около 633 вида деятельности, которые прибавятся к тому перечню, который уже имеется, обязанных применять онлайн-ККМ. И ежеквартально, это в апреле, ну, то есть и в июне, и в октябре, эти виды деятельности будут добавлены и обяжут предпринимателей применять онлайн-ККМ. А какие-то меры принимаются к тем, кто не установил кассовый аппарат? Да, есть административная ответственность по Кодексу об административных правонарушениях. В первый раз нарушение будет в виде предупреждения. Данное нарушение фиксируется и будет в виде предупреждения. В последующем будет применен уже штраф, и он будет составлять от 15 МРП до 50 МРП в зависимости от, ну, как бы, субъекта предпринимательства. То есть на малых 15, чем крупнее уже, то там до 50. Больше уже. Да, больше растет штраф. Ну и давайте напомним, вот конец программы о том, что можно онлайн, не только кассовые аппараты, да, существуют, но и онлайн-оплата налогов тоже возможна, да? Давайте назовем адрес, либо сайт, это как можно оплатить? Да, действительно, у нас имеется достаточно много онлайн-сервисов, в том числе онлайн-оплата платежей налоговых, таможенных. Такие платежи можно производить на сайте Госкорпорации правительства для граждан, на сайте нашего комитета государственных доходов, и также использовать мобильные приложения. Ну, то есть мобильные приложения, либо терминалы. Там можно оплачивать до 30 видов платежей. Ну и давайте скажем о том, что это будет гораздо сохраннее, да, вот эти, все в электронном виде, дольше хранится, и можно в любое время посмотреть. Да, действительно, выходя из дома, как говорится, не тратя время на поездки в налоговый орган, налогоплательщик может осуществить, как бы, уплату налоговых платежей онлайн, в электронном виде, как бы, через мобильное приложение. И все это будет произведено без комиссии. Понятно. Ну, я думаю, есть еще новшества, которые обязательно наступят в этом году, в следующем, и налоговая система будет более совершенной, ну, а населению она будет более понятной. Спасибо за то, что приняли участие в нашей программе, ответили на все вопросы и уделили нам время. Спасибо. Я напомню о том, что это была программа на чистоту. У нас в гостях сегодня была Айман Куанова, руководитель управления по разъяснительной работе Департамента госдохода в Западно-Казахстанской области. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»